Всем привет, я Александр Иванов и это проект Химия Просто. Давайте представим, что у нас есть кусок металла, содержащий примеси. А нам необходимо получить этот металл абсолютно чистым. Есть идеи, как это сделать? Примесей может быть очень мало. Их может быть 0,1%, но от них необходимо почиститься. Ну что, есть идеи? Мысли как инженер. Будь инженером. Очисти кусок вольфрама от примесей. Ваши идеи пишите в комментарии к видео. А я расскажу вам про метод зонной плавки. Он используется для получения особо чистых веществ. Так, например, получают особо чистые тугоплавкие металлы. Например, вольфрам. К сожалению, у меня нет оборудования, на котором можно провести электронный лучевой переплав методом зонной плавки данного куска вольфрама, чтобы очистить его от примесей. Но есть вот такой вот страшненький лабораторный аппарат, собранный вручную. Естественно, вольфрам на данном приборе не почистить, так как рабочая температура данного прибора не позволяет. Поэтому для наглядного объяснения принципа зонной плавки будем использовать то вещество, которое чистят на данном приборе. Это обычная соль. Возьмем смесь солей хлоридов натрий-калия и цезия, которая загрязнена примесями. Примесью может быть все что угодно. Фишка смеси хлоридов натрий-калия и цезия в том, что она плавится при температуре 480 градусов Цельсия. А теперь взгляните на температуру плавления индивидуальных солей. Ну что, соберем установку и посмотрим на принцип ее работы. Для начала равномерно заполним кварцевую трубку грязной солью. С концов оставим небольшие пустые участки, на случай, если соль сильно расплывется и попытается вытечь из трубки. Затем поместим трубку с солью в большую кварцевую трубу. Эта труба с обоих концов герметично закрывается. Весь процесс проводится под вакуумом. Поэтому включаем вакуумный насос и откачиваем атмосферу из трубы. Все готово для самого процесса. Теперь включаем печь на 550 градусов Цельсия и запускаем вагонетку, которая перемещает саму печь. В данном случае механизм тянущей печь собран из старой печатной машинки. Печь создает узкую зону нагрева. Она плавит соль в трубе только там, где она сейчас находится. Все, что находится перед и позади нее, в твердом состоянии. Очистка соли происходит следующим образом. Все газы, растворенные в соли, благодаря постоянному вакууму улетают, когда данный участок соли плавится. Твердые примеси имеют разные растворимости в твердом и жидком веществе. Отношение концентрации примеси в твердой фазе к концентрации в жидкой фазе называется коэффициентом распределения. Если коэффициент распределения меньше единицы, то примеси будут перемещаться слева направо, то есть в сторону движения расплавленной зоны. Если коэффициент больше единицы, то примеси будут перемещаться в обратном направлении, так как твердое вещество, кристаллизующееся из жидкости, будет обогащено примесями. Естественно, за один проход полностью очиститься от примесей невозможно, поэтому проводят несколько проходов. При последней плавке печь в нашем случае оставляется в центре. Вакуумный насос выключается только при охлаждении до 100 градусов Цельсия. Итак, на выходе мы видим, что наша соль по центру кристально чистая, а по краям видна грязь. Это те самые примеси. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на группу Сурового Технаря. Не забывайте ставить лайки и рассказывать друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok